Всем привет дорогие друзья, вы на канале IT-доктор. В этом видео уроке я хочу рассказать вам про тег мета. Это уже более серьезный тег, но в нем нет ничего сложного, поэтому давайте приступим к уроку. Тег мета определяет мета теги. Это такие теги, которые используются для хранения информации, предназначенной для браузеров и поисковых систем. Этот тег должен располагаться внутри тега head. Если вы обратили внимание, каждый раз, когда мы с помощью плагина emit создаем документ, у нас уже есть один мета тег. Вы можете также заметить, что у него нет закрывающего тега, как у title, например. Этот тег присутствует у нас в документе. Зачем нужен данный тег? Данный тег устанавливает кодировку UTF-8 для документа. Он обязателен, чтобы наш файл отображался корректно, потому что UTF-8 это самая распространенная кодировка, и мы, конечно же, будем использовать ее. Можете обратить внимание, что здесь внизу стоит также UTF-8. Теперь мы рассмотрим еще теги мета. Вот здесь я в примере вам привел, как он должен выглядеть мета, и у него есть два атрибута. Вот такие слова – это атрибуты. То есть мы записываем атрибут, атрибут name, равно, и в двойных кавычках мы записываем его значение. У тега мета два атрибута, как я уже сказал. И давайте посмотрим, какие они могут принимать значения. Первый атрибут name может принимать три значения. Автор, description и keywords. Автор – это имя автора. Description – описание текущего документа. Keywords – это список ключевых слов, которые встречаются на сайте, и по которым поисковые системы будут находить ваш сайт в своих ответах. Давайте рассмотрим, как это работает. Мы можем использовать здесь name автор, а в контент мы записываем имя автора. Здесь вы можете писать как имя, так и компанию. Главное, чтобы это отражало суть. ID доктора я напишу пока что. Кстати, можно, если вы не знали, копировать с помощью клавиши Ctrl D, то есть ставим курсор в конец. Жмем Ctrl D. Это скопирует нам именно ту строку, на которую установлен курсор. Description. Meta name description. Здесь можно указать описание сайта. Можете написать текст. Например, сайт IT доктор. Для начинающих веб-разработчиков. Это будет описание нашего сайта. И последние ключевые слова. Здесь можно указывать через запятую основные слова, которые встречаются на вашем сайте. И это поможет браузеру проще находить ваш сайт. Можем указать название сайта. Также, например, уроки. Уроки для веб-разработчиков. Видео-уроки. Все о HTML. Ну, пока что хватит. Познакомились мы в этом уроке с тремя вариантами тега мета. В принципе, этих тегов вам будет достаточно. Поэтому запоминать их, в принципе, не так уж и сложно. Они нужны для браузера. Пишутся они всегда в начале нашего хэд. Я думаю, у вас не возникнет с ними никаких проблем. Также хочу вам показать возможность, когда мы пишем мета name, например, равно. У нас появляются подсказки значений атрибутов. То есть, вы видите, здесь еще кроме автора, description и keywords есть генератор и application name. Но мы их не будем использовать. Если вам интересно, можете сами почитать документацию подробнее. Но скажу вам, что вот этих трех тегов нам достаточно. Поэтому вы можете, если не знаете значения, выбрать здесь из готовых. Клавиша control и пробел. Появляется этот список еще раз. Например, автор. И пишем контент. Дальше заполняем нужными нам параметрами. И закрываем треугольную скобку. Вот так это просто работает в редакторе brackets. Ну, а на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии под этим видео. И переходите к следующим видео урокам. Спасибо за внимание и до новых встреч.